Всем привет! Сегодня мы продолжим создавать устройство, которое можно собрать из деталей, вынутых из обыкновенной лампочки экономки. В ней масса нужных и интересных деталей. Сегодня мы воспользуемся транзистором и сделаем схему автоматического освещения. Транзистор здесь 13 серии, это 13003, вот его хорошо видно. И на его младшем собрате, более миниатюрном, мы соберем вот такую простую схему, которая, несмотря на минимум деталей, я думаю, вы хорошо все видите, способна зажигать и гасить вот такую вот лампочку накаливания, обыкновенная лампочка накаливания, достаточно мощная, 60 ватт. Подключена она, конечно, к реле. Реле мы взяли не из лампы экономки, так что тут не надо улыбаться. Кое-что позаимствовали еще в кладовочке, вот такой вот фоторезистор. Ну а все остальное, все остальное это мозги и руки. Принципиальная схема этого устройства выглядит вот так. Тут нет ничего сложного, но есть свои нюансы. Поэтому давайте для начала я продемонстрирую, как эта схема работает, а уже потом объясню ее на бумаге. Включим ее в розетку. Именно в этом заключается особенность этой схемы, что она не требует дополнительных блоков питания и может управлять лампочкой. Делаем тень на плетень, лампочка погасла. Убираем, лампочка горит. Еще раз затеняем, лампочка погасла. Я воздействую тенью вот на этот вот элемент. Это фотоэлемент, я его загораживаю от окна и лампочка гаснет. Как вы понимаете и как вы знаете, у реле есть не один контакт, который размыкается, когда мы воздействуем на фотоэлемент, а два контакта. Сейчас я их вам точно и конкретно покажу. Вот этот контакт в данном случае управляет лампочкой так, что она горит на свету и гаснет в темноте. Но если я буду использовать вот этот контакт, которому не подведен провод, все будет происходить с точностью да наоборот. Теперь об особенностях этой схемы. Вы наблюдаете в ней, а точнее не наблюдаете блока питания. Транзистор питается напрямую от розетки 220 вольт, конечно же с помощью небольшого выпрямителя, собранного всего лишь на одном диоде и на одном конденсаторе. Вот этот небольшой конденсатор, я думаю его хорошо видно. А вот здесь вот примостился, притулился вот такой вот замечательный SMD диод. Его было припаивать, конечно, не так просто, как обычные диоды. Все, это выпрямитель, который через вот этот вот резистор пропускает ток вот на этот транзистор. А транзистор управляется вот этим вот фоторезистором. С этой частью все понятно. Теперь объясним все это дело на схеме. На схеме наше замечательное устройство выглядит следующим образом. Реле с лампочкой. Тут все понятно. Розетка это тоже понятно. Контакты, которые я только что показал, тоже понятно. То есть подключить мы к этой группе контактов, у нас лампочка будет гаснуть на свету, а к этой группе контактов она будет загораться на свету. Все это зависит от того, как будет управлять вот эта вот электронная схема вот этим вот реле. Это как раз и есть R1, то самое замечательное черненькое реле. Его режим работы задается вот этим резистором по току и вот этим диодом. Ток, конечно же, через вот такой выпрямитель поступает импульсный. И чтобы реле у нас не дребезжало очень сильно, установлен вот такой вот конденсатор на напряжение 30 вольт и 20 микрофарад. Для тех, кто любит очень сильно удивляться, как же 30 вольт играют в сети 220 вольт, скажу так. Это 20 кОмное сопротивление, а это 1 кОмная катушка. Катушка с активным сопротивлением в 1 кОм будет получать тока через вот такой резистор, конечно же, значительно меньше, чем если бы она была подключена напрямую. Ток небольшой, управляющий ток 10 мА, то есть для такой цепи все это хорошо срабатывает. Основная мощность падает вот на этом резисторе, поэтому резистор выбран достаточно большой, крупный, чтобы он мог рассеивать. Но 10 мА, вы можете пересчитать, какая мощность этого резистора будет по теплу. Да, он греется, но не настолько сильно, чтобы эта схема не работала. Далее, раз у нас есть выпрямитель, у нас есть и ключ к этому выпрямителю. Но ключ поставлен немножко нетрадиционно. Такую схему я не выдумал из головы. Источник этой схемы есть в интернете, и мне его подсказал мой подписчик. Правда, там эта схема выглядит немножечко иначе. Я ее, как всегда, упростил и применил, конечно же, нетрадиционный транзистор, который был изначально применен в реальной схеме такого управления освещением. Ну, давайте поясним то, что здесь есть. Итак, когда через резистор на катушечку поступает ток, эта катушечка замыкает вот эти два контакта, и лампочка у меня включается и горит. И так будет происходить ровно до тех пор, пока вот этот вот транзистор не откроется. А откроется он только в том случае, если на этот фоторезистор попадет свет, и фоторезистор потеряет свое сопротивление. Смещение увеличится ровно настолько, что транзистор откроется незначительно, но начнет пропускать ток порядка 7 или 5 мА. Этого достаточно, чтобы ток, который удерживал вот эти контакты и протекал по этой катушечке, упал. То есть было 10 мА, 5 мА пошло сюда, ток разделился в этой точке, и катушке не стало хватать магнитной энергии, чтобы удерживать вот этот вот замыкающий ключ на своем месте. И контакты разомкнулись. Все, лампочка погасла. Чтобы не было больших биений, используется конденсатор больше емкости. Но здесь есть свои нюансы. Поставив слишком большой емкий конденсатор, вы просадите эту катушку, потому что импульсное напряжение будет проходить не по катушке, не по транзистору, а именно через вот этот вот емкий конденсатор. Проблема эта решается по-разному. Я ее решил банальным способом, подобрав нужную емкость так, чтобы у меня реле хорошо работало, а конденсатор, как говорится, не пропускал столько тока через себя, чтобы не перегревать лишний раз вот этот вот резистор. Ну, а соответственно, чтобы реле нормально работало. Вот и все. То есть, всего в схеме две группы. Это группа на 220 вольт, но она уже здесь не изолирована, как обычно это происходит в реле, а коммутируется полностью со схемой управления. Схема управления безопасна, если размещать ее в корпусе и не трогать голыми руками. Ну, в принципе, как и обыкновенный выключатель для лампочки. Мы же не лезем в него, когда с него снят корпус. Я думаю, схема простенькая. Я думаю, собрать ее может каждый. Ее работу я продемонстрировал наглядно. То есть, мощная лампочка в данном случае коммутируется с помощью небольшого, немощного транзистора 13 серии. И все прекрасно работает. А на этом все, ребята. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok